я снова рад вас видеть и слышать и надеюсь вы меня и мы снова вами в Иерусалиме и мы снова продолжаем говорить о слове Господа. Давайте вспомним что говорит нам Иоанн о слове Божьем. Будем читать начиная с его первой главы его Евангелия. Вначале было слово и слово было у Бога и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть. Пытаясь понять это сложно. В нем была жизнь и жизнь была свет человеков и свет во тьме светит и тьма не объяла его и был человек посланный от Бога имя ему Иоанн. И он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о свете дабы все уверовали через него. Он не был свет но был послан чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины который просвещает всякого человека приходящего в мир. в мире был. И мир через него начал быть и мир его не познал. Пришел к своими. Свои его не приняли. А тем которые приняли его верующим во имя его дал лазь быть чадами Божьими. Которые не от крови не от хотения плоти не от хотения мужа но от Бога родились. И слово стало плотью. И обитала с нами полная благодать и истина. И мы видели славу его. Славу как единородного от отца. И Иоанн свидетельствует о нем. И восклицая говорит. Сей был тот. О которой он сказал что идущий за мною стал впереди меня потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто. Никогда. Единородный сын сущий в недре отчим он явил. С самого начала своего текста Иоанн говорит о мессии о его предсуществовании. То есть как о ком-то кто существовал задолго в начале до того как все что у нас есть вокруг было создано. Бесчисленные труды посвящены обсуждению изучения что же в самом деле это такое слово которое было в начале и которое сотворило всю. И мы пытаемся по крайней мере в этих трудах пытается объяснить знаменитое греческое слово который не знает разве что ленивый. Ленивый изучающий Слово Божие. Логос. Это тот самый Логос о котором о которого сломлены бесчисленные копии ученых, богословов, просто пересмешников. И каждый раз когда мы говорим об этом слове которое было сначала и которое было у Бога люди пытаются понять что же это такое за слово. Естественно обращаются к греческой концепции пытаясь понять что же Иоанн вкладывает в это слово. С точки зрения греческой философии у слова Логос есть как бы два начала или две концепции. Одна сводится к логическому смыслу заключенному в каждом утверждении, а другую к речи. То есть смысл или идея и ее выражение. Именно с этих позиций объясняют что же на самом деле было в начале. Некая контекстуальная или первоначальная задумка нашедшая свое выражение в том что говорит Господь Бог. Все бы хорошо. Но есть одна большая, я бы сказал огромная проблема. Иоанн не был греческим философом. Он был еврейским рыбаком. Он даже не был из Иерусалима. Он даже не был раввином. Может быть он и знал греческий язык. Кстати говоря, греческий язык Евангелия, который принято называть коины или простым греческим языком. Известный исследователь доктор Грубер пишет, что это был далеко не всегда так называемый язык Евангелия простонародия. Это скорее был язык евреев, которые жили в греческой диаспоре и использовали определенные слова. Так вот, когда Иоанн использует логос, естественно он пытается найти некий аналог своему собственному представлению о том, как это должно было звучать на иврите. Но, дорогие мои и возлюбленные слушатели, дело в том, что Иоанн не мог при всем своем желании вводить текст понятия, в которых он не был научен. Поэтому, вместо того, чтобы представить себя на эдаким греческим философом в Тоге, нам бы впору подумать, что же он на самом деле имел в виду, когда пытаясь перевести на греческий текст, представил концепцию начального слова Божия в формате том, который мы называем сегодня логос. Все, что нам для этого надо сделать, это попытаться перевести обратно с греческого языка на еврейский или арамейский. Это, конечно, проще сказать, чем сделать. И, может быть, и не надо переводить, но попытаться заглянуть в душу, насколько это возможно для человека, и в то, как он думал, Иоанн является абсолютно необходимым. Кстати говоря, тот же самый доктор Грубер в 17 стихе, тоже, может быть, одной из наших отправных точек, когда говорится, ибо закон дан через Моисея, а благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, как бы есть противопоставление. Если мы посмотрим самые первые оригинальные тексты, слово «но» или слово «же» полностью там отсутствует. И доктор Даниэль Грубер предлагает следующий перевод. «Потому что закон был дан Моисею, поэтому благодать и истина пришли через Иисуса Христа, представляя, как мне кажется, вполне разумно некую последовательность непрерывную от того, что принято называть ветхозаветным откровением, к новозаветному откровению». Итак, в греческом варианте или переводе Ветхого Завета, который всем нам известен как «септуагинта», слово «логос» переводит еврейское слово «давар». Слово «давар» на еврейском обозначает и слово, и вещь какую-то, еще раз, «давар». Еврейское слово «логос», греческое слово, но оба они так или иначе восходят к арамейскому представлению того времени. Но, когда мы читаем в Ветхом Завете, опять-таки, переведенном на греческом языке, например, книгу «Бытие», 15 глава, 1 стих, мы читаем. «После сих происшествий было слово Господа к Авраму, в видении сказано, не бойся, Аврам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Или, например, в книге Иезекииля, 1 главе, 3 главе, было слово Господня, опять слово Господня к Иезекиилю, сыну Вузия, священника в земле Халдейской, при реке Хаварии, была на нем там рука Господня. Слово, слово, которое на еврейском языке значит «давар», по-гречески «логос», а современный «празелит» того времени или язычник, переведенный в еврейство, пишущий на арамейском языке «онкилос», он употребляет слово, которое звучит несколько непривычно для русского уха. Это слово звучит на арамейском языке как «мемра». Итак, греческое «логос», русское слово, еврейское «давар», а арамейское «мемра». И вот с этой концепцией «мемра» нами предстоит иметь дело, если мы на самом деле хотим понять, о чем же говорил Иоанн в своей первой главе. Итак, раввины, например, соотечественники Иисуса выделяли несколько значений этой концепции в библейском тексте. Первое. Иногда слово «мемра» в писаниях раввинов, а я хочу, чтобы мы поняли, что Иоанн обращается не к бессловесной аудитории, он обращается к людям, которые оперировали теми же самыми понятиями. Итак, иудаизм. Слово «немра», во-первых, иногда, у того же самого анкелоса в септуагенте, в арамейском языке, потом переведенное на септуагенте, оно иногда подразумевает Бога, а иногда нет. Тем самым, если мы посмотрим, как Иоанн представляет природу этого слова, он с самого начала подчеркивает, что слово было у Бога, но тут же он утверждает, что слово было Богом. То есть, еще раз, один раз понятие «мемра» говорит о том, что это Бог, а другой раз, что это не Бог. Мы должны это понять. Итак, слово «отлично» от Бога, так как оно не является Богом, Отцом и не Богом, Духом. Но слово в то же самое время есть и Бог, так как оно есть Бог-Сын. Но об этом тоже немножко позже. Второе значение «мемры», которое мы встречаем в писаниях раввинов, это «творец». Часто вместо слова «творец» онкелос использует слово «мемра» или слово «логос», как мы перевели бы позднее на греческий язык. Слово, через которое был создан мир, например, «бытие», первая глава, или Иоанн, первая глава, третий стих. Здесь бы мне хотелось немножечко остановиться о том, как Иоанн перекликается с первой главой книги «бытия». Вы, наверное, помните, вначале было слово, и слово было у Бога, слово было Бог, это Иоанн. А книга «бытие» вначале сотворил Бог небо и землю. Так вот, на еврейском языке мы можем читать не в начале, а при помощи начала, берешит. Именно так и называется первая книга. И если при помощи начала, то это абсолютно то же самое, что пишет Иоанн, потому что все евреи, все раввины всегда считали, что началом является Тора, является Слово Божие. Поэтому при помощи начала, значит, при помощи Слова Божия был создан мир, и вначале сотворил Бог небо и землю. При помощи начала. Берешит, барай луим, это шамаем, это арис. Отсюда видно, что Иоанн абсолютно знаком, осведомлен с этим текстом, он пытается внедрить ту же самую концепцию Слова, имитируя сходство с началом Торы или с началом всего библейского откровения. Это ему без сомнения удастся только в том случае, если он будет подразумевать под Словом Слово не абстрактный греческий логос, а еврейскую концепцию, и арамейскую концепцию Слова мемры. Итак, второе значение мемры – это Творец, через который создается весь мир. Третье значение этого слова, опять-таки, в еврейском контексте – это Спаситель. Независимо от того, идет ли речь в ветхозаветных текстах о физическом спасении или духовном спасении, оно всегда употребляется это Слово. Слово мемра к Слово логос. Но если мы вернемся к греческому значению этого слова, то там абсолютно отсутствует концепция спасения как таковая, разве что опосредованная в конечном итоге через Бога. Итак, третье значение слова мемра – это Спасить. Четвертое значение того же самого слова мемра тем или иным образом подразумевает явление Бога в человеческой форме, то, что позднее в христианской традиции называется Теофани. Равины называют вот такое Бога явление словом Шехины. Или наверняка это напоминает русскоязычному слушателю слово Скиния – Шехина. Но в греческом языке нет буквы Ш, поэтому Шехина или присутствие. Божие было заменено в греческом языке на букву С. Отсюда вместо Шехины присутствия появляется слово Скиния. И мы читаем, например, в Иоанне слово, 14 стихе, слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Вот это вот то самое слово обитало – это однокоренное слово со словом шхуна или жила, или Шехина, или присутствие Бога, которое мы имеем в греческом языке в слове скейней и которое пришло в русский язык со словом подобного слова. Итак, это четвертое значение присутствия Бога или, как говорят, или Богоявления или Теофании. В случае с Иисусом, Его Теофании или Его Скинией или Его присутствием стало Его человеческое тело. И когда Писание говорит «мы видели славу Его», в переводе на доступные еврейские концепции, оно означает немного невало «мы видели Его присутствие, Его пребывание» или Его Шехину, или Его Скинию. Это было четвертое значение того, что в Евангелии Атена называется словом «алогос». Пятое значение слова «мемра», которое мы встречаем у Равина – Господь Бог всегда подписывал в оригинальных текстах свои договоры или заветы с израильским народом опосредованно через вот эту самую «мемру». То есть Бог подписывает договоры своей эпостасию «мемры». Три из всех заветов, которые у нас есть в Библии, являются общими. Остальные пять, естественно, относятся к народу Израиля. Например, в книге «Исход» в 24 главе 1 стихе «И Моисею сказал он, «Зайди, Господу, ты и Арон, Надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израиля, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». «И написал Моисей все слова Господни, и, став рано поутру, поставил под гору жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых. И послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали телецов в мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другое половину окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они все, что сказал Господь Бог, сделаем и будем послушны». «И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сиих. И потом зашел Моисей и Арон, надав и авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных сынов Израилевых, они видели Бога, и ели, и пили». Господь Бог заключает здесь завет с Израилем. И та формулировка, или тот термин, который использует Анкелос для понимания вот этой функции Бога, она описана словом «мемра». Иными словами это еще одна функция. И, наконец, шестое и последнее «мемра» или «логос». Например, в 18 стихе мы читаем «Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Иоанн приоткрывает еще одну ипостась вот этого самого «логоса». Таким образом, Иоанн пишет о Иисусе не с точки зрения греческой философии, но с позиции еврейской религиозной мысли того времени. Итак, если мы попытаемся подытожить все сказанное Иоанном в первой главе, то это можно свести к следующему. Во-первых, «мемра», «логос», «слово» было явлено в видимой форме. Во-вторых, мир не узнал его. В-третьих, еврейский народ, что очень важно, также не распознал его. В-четвертых, те, кто принял его, как из еврейского народа, так и из язычников стали детьми Божьими и получили спасение от того, кто, собственно, и является Спасителем. Я думаю, нам стало немножко ближе этот абстрактный и холодный логос, когда мы посмотрели на него или попытались посмотреть на него еврейскими глазами здесь, сейчас, из Иерусалима. Куда мы с вами вернемся, когда приступим к новым чтениям из Евангелия? Да благословит вас Господь Бог! ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok